На магистральной улице Приморской в районе совхоза интенсивное движение транспорта. Это один из въездов в Белгород-Днестровский. Хорошая дорога позволяет машинам ехать довольно быстро. А с недавнего времени в ночное время суток здесь так же светло, как и днем. Но такая радужная ситуация наблюдается далеко не везде, жалуются горожане. У нас проблема только одна – освещение. А так? Свет освещения или нет? Его было уже… Чина какая, почему нет? Ну тут реставрировали линию и все. Или украли провода эти. Ну и короче, светильники вон лесят, а освещения самого нет. Вера Федоровна живет по Карламарксу уже давно. По словам горожан, они своими силами приводят ее в порядок. Белят бордюры, убирают траву. Сейчас на этой небольшой территории чисто. Но в последнее время родители боятся выпускать своих детей вечером на прогулку. Из-за отсутствия освещения собираются шумные компании. Распивают спиртные напитки. Все тут пенсионерка. Мы, жители улицы Карла Маркса, ныне Кочубинского, просим освятить наш кусочек улицы. Потому что эта Овидиопольская компания подключила центральную. Спасибо им. На улице теперь центральную видно, а наш за невеличкий кусочек улицы остався. И жители двухэтажек, двухэтажка. Темно, ничего вечера не видно. А тут такие повороты, машин очень много. По улице Киевской тоже освещение практически отсутствует. Кроме этого, после того, как подвели газ, привести в порядок разбитый давно асфальт, никто не спешит. Мне мэрия ответила за подписью Нановского, что должны проводить, не копать траншеи, прокладывать, а поверху газ. Однако, те себе сделали никаких вопросов. А письмо я получил, что должно только поверху. То есть не угробит тот, как говорится, асфальт, который достался нам с большим трудом. Как бы мы не парафинили коммунистов, но они дошли до совхоза 28 июня и провели хоть маломальски. Сейчас угробить проще всего. Вот что они и сделали. Ну а остальное, честно говоря, я хочу выразить. Мне очень приятно. Идешь по городу, видишь, делаются рутуары. Что-то делается, тут вопросов нет. Кривить душой никто не собирается, делается что-то. Но так называемый совхоз 28 июня тоже чертия города. И кто-то все-таки должен этим заниматься. Эта же дорога привела нас к улице Татарбунарского восстания. Чтобы не быть многословными, даем возможность послушать самих горожан. Да, я вот рядышком здесь живу. Особенно по поводу дороги, я хочу сказать. Там яма, когда дождь, там проехать невозможно. Вот эта яма. Тут нам обещали ее загородить, чтобы дети сюда не проехали. Тут дети бегают. Что еще? Расвещения вообще никакого нет. Вот один фонарь есть, который в прошлом году поставили. Больше тут темнота. Вечером приходят, здесь вообще ходить невозможно. Канализационный колодец закрыли деревянной доской. Такие меры горожане вынуждены предпринимать сами. Так как неоднократно происходили несчастные случаи. А во время дождя жизнь на улице замирает. Воды по колено. Машиной проехать невозможно. Не говоря уже о том, чтобы пройти пешком. Об этой проблеме местные власти слышали неоднократно. Но решать их не торопятся. В удручающем состоянии и переулок Приморский. Я хочу отметить положительный фактор. Тот, что улица Приморская и улица Школьная уже освещены светодиодным освещением. Это большой плюс и местной власти. И люди очень довольны освещением. Но в то же время есть на микрорайоне Совхоз проблемы другого плана. В освещении других улиц. Есть такие улицы, миром заброшенные. Вот где мы находимся, улица Татарбунарского восстания. Улица Киевская. Переулок Одесский. Переулок Приморский. Где местная власть в течение 10 и более лет не обращала никакого внимания. Уделить внимание местному руководству о выделении маломальских средств. И обратить внимание на данные улицы. По данному микрорайону, я еще раз повторяюсь. Это улица Татарбунарского восстания. Это улица Киевская. Это переулок Приморский, который идет со стороны центральной улицы в сторону христианской клиники. Приезжают немцы, приезжают американцы. Стыдно. Вы знаете, мне стыдно. Я краснею, когда они проходят. Там вообще не косится трава в течение сколько лет. Там лужи, ямы еще похуже, чем здесь Татарбунарского восстания. Поэтому убедительная просьба. Это въезд в город. Я не раз уже говорил, что это визитная карточка города. Прошу обратить внимание. Татьяна Карпенко, Виталий Солодухин, Бессарабия ТВ.